Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Как горожане могут присоединиться и отдать дань памяти своим ветеранам? В Самаре создана рабочая группа по развитию гостевых маршрутов. Первое заседание комиссии прошло в администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. Участие в совещании приняли также региональный министр туризма Артур Абдрашитов, представители профильных министерств и департаментов. Определить и преобразить гостевые маршруты такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Какую работу проведут в Самаре, расскажем в нашем материале. Основные транспортные артерии города, Московское шоссе и Новосадовое, улицы рядом с авто и железнодорожными вокзалами, въезды в город и исторический центр. Это все части гостевых маршрутов Самары. Сделать их привлекательными для увеличения потока туристов такую задачу поставил перед муниципалитетами губернатор Дмитрий Азаров. У Самары уже есть опыт подготовки таких маршрутов после проведения чемпионата мира по футболу. Теперь эти наработки вновь станут актуальными. Это должно быть территория, которая читается сразу. Это должно восприниматься не как отдельными кусками. Вот ты едешь от такой-то улицы по такой-то. Это должно восприниматься как одна территория, как один проспект, чтобы он был с одной идеей, с понятными правилами благоустройства, с понятными территориями, и чтобы она читалась как центральная улица города. Поможет в достижении этой цели и дизайн-код города, в соответствии с которым должно осуществляться оформление и планирование внешнего вида территорий. Это документ, который определяет подход к формированию городского пространства, целостность облика городских территорий, единый стиль оформления зданий и сооружений, торговых точек и иных объектов. Для начала на гостевых маршрутах проверят санитарное содержание территорий и проведут работу с объектами потребительского рынка на предмет вывесок и рекламных конструкций. А затем будет предложено дальнейшее развитие общественных пространств и планирование градостроительных решений. На мой взгляд, вот такие элементы, как плитка, фонарные столбы, там ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуаров, да, это тоже отдельная тема, вызывающая бурные дискуссии, надо, не надо, там, менять, не менять, но, тем не менее, это тоже должно быть прописано. Поэтому, может быть, когда мы сейчас приступим к реализации гостевых маршрутов, нам, может быть, некоторые позиции в дизайн-коде будет необходимо уточнить. Работать над этими задачами будет межведомственная комиссия, куда входят глава Самары Елена Лапушкина, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, представители региональных министерств транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, фонды капитального ремонта, руководители департаментов администрации, главы внутриградских районов. Созданная рабочая группа будет регулярно собираться, чтобы обсуждать предлагаемые проекты и принимать необходимые решения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. В региональной столице в активном темпе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В частности, следят за подготовкой оснований, непосредственно за укладкой и за соблюдением температурного режима смеси. В ночь на 3 мая асфальтоукладочные комплексы вели работы на улице Уральской. Тему продолжат наши корреспонденты. Техника на улице Уральской начала работать две недели назад. Автолюбители ждали преображения дороги с нетерпением. Рассказывают, этой весной ям было особенно много, но как начались работы, ездить стало комфортнее. Езжу постоянно по этой дороге на работу. Всегда были здесь ямы, разбитая дорога, много аварийных участков дороги. Сейчас сделали уже практически весь участок. Очень приятно и безопасно теперь ездить как на работу, так и домой. Улицу Уральскую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сначала рабочие с помощью установки холодного фрезерования сняли изношенное покрытие. Затем очистили основание, разлили битомную эмульсию и уложили асфальтобетонную смесь МА-16, что обеспечивает высокую прочность дорожного полотна. До этого подняли люки инженерных коммуникаций на проектную отметку, чтобы они были на одном уровне с новым покрытием. Работают ночью по одной полосе, по другой продолжает ездить транспорт, включая общественный, на всем протяжении автомобильной дороги. Это порядка двух километров. Площадь ремонта составляет около 15 тысяч квадратных метров. В ближайшую ночную смену подрядчик завершит работы по устройству асфальтобетонного покрытия по основному ходу. В дальнейшем на финальном этапе укрепят обочины асфальтобетонным гранулятом. Это еще 7,5 тысяч квадратных метров работ. Так как здесь нет бортового камня, а водоотвод осуществляется в газоны, данный вид работ необходим, чтобы кромка автодороги не разрушалась. График работ старались выбирать в ночное время, чтобы минимизировать трудности движения на данном участке, как для общественного транспорта, так и для обычного гаража. Выставляем реверсивное движение. Также будем проводить работы по основанию на примыканиях обочинах, для того, чтобы не разрушался основной слой асфальтобетонного покрытия. Улица Уральская – одна из основных транспортных артерий Куйбышевского района. Дорога связывает Волгарь, поселок Соцгород и Кряж с автостанцией «Аврора». За сутки по Уральской проезжает порядка 12 тысяч автомобилей. Пролегает основной маршрут общественного транспорта. Специалисты отмечают, что план работ формируется на основании результатов диагностики изношенного асфальта специализированной дорожной лаборатории, что соответствует требованиям национального проекта. Также представители власти внимательно относятся к просьбам горожан, которые сообщают о необходимых с их точки зрения работах. Ремонт картами свыше 100 метров погонок – это именно ремонт поддерживающий, когда выполняются работы именно по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части. Это не комплексный ремонт от фасада до фасада. Это именно ремонт, когда необходимо убрать какие-то разрушения на проезжей части и отремонтировать покрытие полностью, целиком, от начала до конца. Потому что качество превыше всего, сейчас никакой гонки нет у нас. Начало строительного сезона мы должны вдумчиво подойти к организации работ и акцентировать на этом же подрядной организации, для того, что необходимо сделать работу качественно в первую очередь. Погодный фактор учитывается обязательно. Так, в период осадков укладка асфальтобетона запрещена. Для этого основание должно быть сухим и полностью подготовленным. На текущей неделе те или иные виды работ в рамках ремонта выполняются на улицах Магнитогорской, Чекистов, Киевской, Мичурино, Уральской, Лыспинской, Ярошевского. А также начинаются подготовительные работы на проспекте Масленниково. Еще на девяти объектах подрядчики уже справились с обновлением автодорожного покрытия в ходе реализации нацпроекта. По оценкам специалистов, набран хороший темп. А на Уральской в полном объеме с задачами планируют справиться до 9 мая. Напомним, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Самаре отремонтируют 42 участка дорог местного значения. Это порядка 43 километров. Контроль за качеством работ ведется на всех этапах. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизуркин, Петр Паломеев, Игорь Казановский. События. В знак вечной памяти и благодарности за Великую Победу Самара приняла участие в одной из самых теплых и масштабных акций «Вальс Победы». Ежегодно всероссийский флэшмоб собирает сотни тысяч танцевальных коллективов на тематических площадках нашей страны. В столице региона «Вальс Победы» исполнили на склоне у Площади Славы. Проникнуться духом Победного 45-го и посмотреть на лучшие коллективы областного центра удалось и нашему корреспонденту Ольге Павловой. Под мелодию одной из самых популярных и известных песен вальсируют самые лучшие танцевальные коллективы Самары. Никита Шлыков в столь масштабной акции принимает участие впервые. Волнуется. До флэшмоба он вместе со своей партнершей разучивал движение на базе своего коллектива под руководством опытного педагога. Волнуешься. Тебя прям разрывает изнутри. Хочешь танцевать все на наилучшем виде. Я помню цену победы наших прадедов в этой войне. Ребят, давайте пройдем подсчет. Перед генеральным прогоном несколько репетиций. За номер участников, а их чуть больше 200 человек, отвечает руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Грация» Наталья Бояркина. Дети понимают с полуслова, поэтому работать несложно, отмечает Наталья. Главное – донести настроение прекрасной песни, которая была выбрана для флэшмоба не случайно. В песнях военных лет очень часто мы можем наблюдать именно этот ритм вальсовый. Поэтому, как только начинает танцеваться вальс, сразу воспоминание об этих песнях и погружение в эту атмосферу. Всероссийская акция «Вальс Победы» проходит в большинстве регионов нашей страны. В Самаре в ней приняли участие 10 лучших танцевальных коллективов города. В этом году флэшмоб провели под эгидой Россотрудничества вместе с городами-партнерами Республики Беларусь. Мы знаем прекрасно, что Самара имеет очень дружные, давние связи с городами Беларуси. Это и Гомель, и Витебск, и Брест, и Могилев. И поэтому мы уверенно надеемся, что кусочек Самары, улыбки самарских детей, их память, их посвящение Великой Победе, танец, войдет в большой такой вот калейдоскоп, в большой общий ролик наших двух государств. На склонию площади Славы сегодня не просто станцевали. Правда, и те, кто в далеком 45-м возвращался домой, смогли понять, что чувствовали тогда защитники Родины, обнимая родных и близких после долгих лет разлуки, когда матери и жены плакали от радости, встречая сыновей и мужей, испытывая в то же время боль утраты от невосполнимых потерь, вспоминая о тех, кто не доучился, не долюбил, не дошел до этой победы. Для них этот вальс будет звучать вечно. И мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой... Ольга Павлова, Николай Сидоров, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Общероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет и в новом формате. Вместо шествия по улицам жителям Самары предлагают разместить празднично украшенные портреты родственников ветеранов на стеклах личных автомобилей. Фотографии героев Великой Отечественной войны можно распечатать в районных администрациях. Подробности расскажем в сюжете. Фотографию я нашла. И свой папа, как это пишет Басинский. Галина Карпенко показывает уже пожелтевшие от времени фотографии. С собой она принесла целый семейный альбом. А все для того, чтобы выбрать лучший портрет человека, память о котором женщина бережно хранит уже долгие годы. Это фотография моего отца, который был рожден в 1896 году. То есть, уйдя на фронт, ему было 47 лет. Он служил на аэродромах, видимо, техническим работником. Тонкостей не знаю. Гулкий пламень, глаза бессонные, на губах кровавый прокус, пот и слезы, и кровь соленые, у победы соленый вкус. А Маргарита Кривова принесла фотографию своего дедушки. Ее она планирует разместить на лобовом стекле своего автомобиля. Женщина уверена, человек жив, пока жива о нем память. Поэтому отмечать День Победы стало для ее семьи уже доброй традицией. У себя на ленте каждый 9 мая размещаем, как бы на странице, там родители размещают, сестра у меня размещают. Я, ну, брат иногда, не всегда, потому что он младший. Ребенок у меня в парадах всегда участвует во всех. Мы всегда вот вспоминаем и чествуем наших родственников. В этом году шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в традиционном формате. Такое решение было принято из соображения безопасности. Однако фотографии героев Великой Отечественной войны жители города могут заказать на базе администрации внутригородских районов. Прямо на месте изображения оцифруют, обрежут и подретушируют, а затем напечатают. Самые популярные форматы А4 и А3. Фотографии в этом году можно наклеивать на стекла своих машин, на окна домов, на окна учреждений, офисов, на служебный транспорт. Это не будет возбраняться, это будет только приветствоваться, потому что героев мы всегда должны помнить и своим героем мы должны гордиться. У меня есть дед, который тоже участник войны, и я на свою машину тоже наклеил фотографии. Состоится и полюбившийся многим формат онлайн-шествия. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области продолжается международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Регион на шесть дней стал центром антифашистского движения. К участникам фестиваля обратилась директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В эти майские дни, накануне очередной годовщины Великой Победы, мы все вспоминаем весну 1945-го. Те дни, когда в цитадели, на родине коричневой чумы, в Европе, советский солдат разгромил эту угрозу всему живому на земле. И тогда, почти 80 лет назад, весь мир был благодарен нашему народу, нашим предкам, за то, что ценой неисчислимых жертв и неимоверных страданий подвигом советского воина враг был разбит. Как отметила Мария Захарова, нацизм был уничтожен не до конца. По мнению директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, сегодня наша страна является препятствием на его пути. Представитель МИД поздравила всех участников фестиваля антифашистской песни и гитары в строю с наступающим Днем Победы и пожелала мира и процветания. Напомню, проект фестиваля был разработан Шотландским культурным центром при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области, а также губернатора Дмитрия Азарова. На территории Самарского центра социального обслуживания населения «Ровесник» появилась аллея памяти. В преддверии Дня Победы воспитанники центра вместе с сотрудниками и гостями мероприятия высадили саженцы каштанов. Каждое дерево – символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Подробности в сюжете Галины Топилиной. 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. К всероссийской акции «Сад памяти» приобщились воспитанники Самарского детского центра «Ровесник». Ребята высадили на территории центра аллею из десяти саженцев каштана. Дима Пагановский, воспитанник центра, рассказывает, что его прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Поэтому дерево, которое он только что сам посадил на аллее, стало для него символом памяти. Деревья – это считать как память. Они долго растут, долго живут. То есть и память долго не будет уходить. Детский центр «Ровесник» в этом году впервые стал участником этой акции. Все воспитанники центра с удовольствием принимают участие. Они очень готовились. Поэтому сегодня мы встречаем гостей. И я так думаю, что это мероприятие не даст нам забыть о тех временах, которые были уже очень давно, но мы все равно о них помним. Гостями акции стали представители УМВД России по городу Самаре, Совета ветеранов, Общественного совета, ведомства. Мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, чтобы рассказать нашим детям о памяти тех воинов, которые отдали свои жизни за нас с вами. Акция «Сад Победы» регулярно проводится в нашем регионе, рассказывают в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Ежегодно, вот в канун годовщины Великой Победы, мы проводим подобные акции в цели формирования патриотического создания наших молодых граждан. Это важно для того, чтобы дети знали, что та победа, которая достигалась такой серьезной ценой, она неоценима в современных нынешних наших условиях. И чтобы дети чтили память своих прадедов, дедов. Сегодня каштаны выбраны не случайно, отмечают организаторы. Из орехов и листьев этого дерева дети центра будут мастерить поделки. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. Аналитики Яндекс.Маркета выяснили, семена каких садовых цветов пользуются самым большим спросом у покупателей. На первом месте по продажам оказалась петунья, на втором – пеларгония, на третьем – лабелия. Семена петуньи – не только самые популярные цветочные рассады на сервисе, на них еще и заметно увеличился спрос в этом году. Больше всего на цветочные семена тратят на маркете покупатели в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Калуге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Тюмени. Петунья лидирует по этому показателю в двух столицах – Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Литопс в Челябинске и Нижнем Новгороде, розы в Калуге и Краснодаре, пионы в Тюмени. Необычный полицейский появился на дорогах Самарской области, а вернее над ними. Он легче воздуха, не производит шума и следит за нарушителями ПДД с высоты птичьего полета. Сотрудники ГИБДД совместно с Управлением Росгвардии Самарской области провели рейд на дорогах региона, используя аэростат. Он оснащен видеокамерой высокого разрешения. Тему продолжит Ольга Павлова. Для того, чтобы призвать к ответу нарушителей правил дорожного движения, вовсе не обязательно патрулировать трассы с земли. В Красноярском районе области сотрудники ГИБДД совместно с авиаторами Росгвардией задействовали комплекс высотного наблюдения на базе аэростата. Конструкция представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения. Она способна зафиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около 10 километров, обзорность 360 градусов. Профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля как днем, так и ночью. Накачивается аэростат гелием, здесь мы можем выполнять долговременную задачу и соответственно по преимуществу с беспилотными летательными аппаратами не нужно постоянно осуществлять взлет-посадку. Хватает аккумуляторных батарей на 12 часов. Изображение с нарушением ПДД в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления. Сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию о нарушении экипажу дорожно-патрульной службы. Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водители останавливают ближайшим нарядом и составляют протокол об административном правонарушении. Мониторинг соблюдений ПДД при помощи аэростата чаще всего проводят над наиболее аварийными участками автодорог региона. С его помощью можно выявить грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с обгоном, выездом на полосы встречного движения, по причине которых возникают серьезные аварии. Данный участок дороги имеет две полосы для движения, по одной в каждую сторону. На достаточно протяженном расстоянии здесь обгон запрещен, соответственно, имеется разметка, запрещающая обгон с выездом на полосу встречного движения. Ну и нередки здесь случаи совершения ДТП при выезде на полосу встречного движения. Соответственно, данный участок был выбран для проведения такого мероприятия. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством вины. Таким образом, от зоркого глаза воздушного инспектора не спрятаться, не скрыться и наказания не избежать. За время проведения мероприятий при помощи установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу для встречного движения. На пятерых водителей были составлены административные материалы, взыскание по которым составляет 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Ольга Павлова, События. Самара вошла в топ-10 направлений на майские праздники. Это выявили эксперты, проанализировав бронирование отелей по России в даты длинных майских выходных. 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент, за 1-5 дней до начала праздников. Чаще всего россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10, кроме Самары, вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тула и Волгоград. В среднем за ночь в отеле в даты каникулы россияне платят 4000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2600 рублей за ночь. Это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – в среднем 4500 рублей за ночь. Люся Чеботина и Дмитрий Маликов выступят на Самфест в Самаре 12 июня. Исполнители вошли в список хедлайнера фестиваля. 12 июня в Самаре пройдет фестиваль Самфест. Мероприятие состоится во второй раз и вновь соберет в областной столице звезды российской эстрады. В список хедлайнера фестиваля помимо Люся Чеботина и Дмитрия Маликова вошли Рамиль, 20, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев. Они выступят на гранд-финале на площади Куйбышева. Вести мероприятие будет Яна Чурикова. Вместе со звездами на сцену выйдут финалисты, которые пройдут отборочный тур. Он состоится 11 июня. Оценивать выступление и выбирать победителя будут специальные жюри. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В муниципальном предприятии трамвайно-троллейбусное управление проходит первый этап городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая. Отборочный тур уже состоялся в городском трамвайном депо. А 11 и 12 мая состязания организуют в Северном и Кировском трамвайных депо. Заключительный этап общегородского конкурса состоится 19 мая. Победителей делегируют на всероссийские соревнования. По информации дирекции ТТУ, региональную столицу представят два лучших вагона вожатых. Совершенствованию профессионализма сотрудников транспортного предприятия всегда уделяется повышенное внимание, особенно в год педагога и наставника, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». 3 мая добровольческий отряд «Волжское серебро» Самарского дворца ветеранов вместе с воспитанниками Самарского торгово-экономического колледжа «Феникс» присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества и приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Георгиевская ленточка» является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России. В преддверии 9 мая по всей стране проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одним из них стала Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», которая проходит с 1 по 9 мая. Жители украшают окна квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами, славами благодарности в адрес ветеранов. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом. Это зависит от фантазии участников. Посмотреть работы в социальных сетях можно по хэштегу «Окна Победы». К акции может присоединиться любой желающий, информирует телеграм-канал администрации Кировского района. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!